Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня продолжим с вами разговор о приготовлении уксуса. Домашнего уксуса, одного из ценнейших продуктов домашней биотехнологии. Наиболее привычным видом уксуса домашнего является яблочный уксус. Почему яблоко было выбрано в качестве основы для домашнего уксуса в большинстве случаев? Конечно, в первую очередь это обусловлено его доступностью. Яблоко много растет, яблоко дешево и зачастую урожай яблок аж некуда девать. Яблочный сок очень доступен и, конечно, поэтому он в первую очередь стал основой для уксуса, который готовится дома. Но, кроме того, есть у яблока еще одно очень важное свойство. Оно содержит значительное количество сахара и одновременно кислоты. Уксусно-кислые бактерии, как и молочно-кислые, являются биохимическими инвалидами, если еще не более инвалидами, чем молочно-кислые бактерии. Это означает, что множество веществ, необходимых для своего развития, они синтезировать самостоятельно не могут и должны получать его из сока. Конечным продуктом разложения вот этих веществ, которые они находят в соке, является уксусная кислота. В этой связи уксусно-кислые бактерии приспособлены к тому, чтобы жить в очень кислых субстратах. Многие бактерии и грибы не в состоянии выдерживать такую высокую кислотность. Поэтому они заняли вот эту вот нишу, ту, которую другие микроорганизмы занять не могут. Они делят эту нишу преимущественно с грибами, с дрожжами. А молочно-кислые бактерии в основном сбраживают лактозу. Это их любимый сахар. Вот уксусно-кислые бактерии не в состоянии сбраживать даже сахарозу. Основной компонент сахар, фруктов, который там накапливается. Они разве что способны сбраживать глюкозу и фруктозу. А лучше всего сбраживают спирт. Именно поставщиком глюкозы, фруктозы и спирта и являются для них дрожжи. Поэтому они вступают в симбиоз и образуют уксусную матку или чайный гриб. По сути, ну практически это одно и то же. Во всяком случае, это организмы очень-очень похожие, превращающиеся один в другого. Уксусная матка очень хорошо заводится сама, самостоятельно на бродящем яблочном соке. Он должен забродить, там должно образоваться много кислоты, много спирта. И мухи дрозофила, которые прыгали по яблокам до этого, привнесли туда уксусно-кислые бактерии. И уксусная матка там заводится самостоятельно. Ни на грушевом, ни на каком-то еще соке, у которого кислотность ниже, уксусная матка завестись не может. Это связано с тем, что там преимущество получают другие микроорганизмы. Однако это не значит, что другие фруктовые соки или даже овощные не могут стать основой для домашнего уксуса. Одним из вкуснейших видов и полезнейших видов уксуса является арбузный уксус. Во многих регионах Российской Федерации, Украины, других стран арбузы в сезон появляются с избытком. Ну как в Беларуси яблоки. Люди даже не знают, куда их девать, как их заготовить и переработать. Одним из способов заготовки и превращения арбуза в очень-очень полезный продукт является приготовление домашнего уксуса. Его можно готовить в чистом виде с арбузом, его можно готовить в смеси с яблоком и даже с дыней. Это очень вкусный и очень полезный продукт. Совмещая в себе все преимущества яблочного уксуса, арбузный уксус содержит в своем составе, естественно, все минеральные соли, которые содержит сам арбуз, а также содержит очень-очень ценные каротиноидные пигменты, такие же, которые содержатся в томатах, которые очень хорошо и благоприятно влияют на работу нашего сердца. Поэтому я очень рекомендую вам использовать арбуз. Кроме того, в арбузе довольно высокое содержание нитратов. Количество азота в некоторых фруктах бывает слишком низкое. Например, в калинии или в каких-то еще ягодах нитратов накапливается не так уж и много. Это ограничивает значительно, ограничивает возможность приготовления уксуса из подобного вида ягод. Хотя прибавление иногда этилового спирта существенно ускоряет процесс. В одном из наших выпусков мы говорили об ускорении процесса приготовления уксуса. Например, добавление туда прокипяченных дрожжей, которые в своем составе также содержат азот, витамины и многое другое и так далее. Благодаря тому, что и арбуз, и дыня содержат много, значительное количество нитратов, эти нитраты будут поглощаться вот этим консорциумом микроорганизмов, которые из себя представляют уксусная матка и чайный гриб. И они, во-первых, уксус будет содержать гораздо меньше нитратов, чем в исходном продукте. А во-вторых, там будет уксус развиваться очень и очень хорошо. Секретом приготовления арбузного уксуса является необходимость заселения его активно растущей уксусной маткой с каким-то небольшим количеством уксуса, в котором она живет. Количество уксуса, которое добавляется к арбузному соку, должно составлять примерно 10% от объема арбузного или купажированного какого-то сока. Это может быть яблоко с грушей, это может быть арбуз с яблоком, арбуз с дыней, что угодно, с чем угодно можно смешивать на самом деле. Любые абсолютно фруктовые соки, но количество прибавляемого туда вот этого продукта, который уже превратился в уксус, и где живет уксусная матка, должно быть 10% от объема, который вы хотите заселять. Можно отжать сок арбуза и его уже заселять уксусной маткой. Либо же можно использовать цельную мякоть арбуза, ее стоит измельчить, можно и нужно вместе с косточками, и вот уже такую мезгу заселить уксусом, уксусной маткой. Это очень важно, потому что на самом деле арбузная мякоть содержит значительное количество пектиновых веществ, значительное количество различных микроэлементов, которые остаются в мезге и выбрасываются в случае, если отжимается только сок. Когда уксус здесь будет готовиться, вся эта мезга будет оседать на дно, а здесь вот в верхней части до середины будет образовываться прозрачная жидкость. Примерно вот у меня уксус так готовится в течение трех недель при комнатной температуре. Через три недели уксус готов. Его можно поставить в холодильник или просто оставить для того, чтобы увеличивалась его кислотность. Но уже через три недели его вполне можно употреблять и использовать. Используется он очень просто. Кстати, еще одно замечание, почему очень важно заселять чем-то кислым. Потому что если кислым мы сюда не заселим и вообще уксусную матку сюда не подселим, то преимущество тут могут взять дрожжи, это все может превратиться в бродиловку или какие-то еще бактерии, охочие до вот этой вот сладости. А если мы заселяем, то мы даем преимущество вот этим уксусно-кислым бактериям, которые здесь быстро повысят кислотность и не дадут возможности развиваться другим вредным для наших целей микроорганизмам. Но между прочим, это не все преимущества заселения уксуса, потому что не только за счет кислоты работают уксусно-кислые бактерии. Вот подавляя работу других вредных микроорганизмов, у них есть и другие механизмы, о которых мы обязательно поговорим. И не только в контексте потребления уксуса внутрь, но и для других целей. Итак, смотрите, за три недели здесь образовалась хорошая, красивая, такая стандартная уксусная матка. Вот такая вот она красавица здесь образовалась, довольно толстая. Можно, конечно, взять марлечку и через марлечку процедить этот уксус, можно его вообще полностью отделить, укупорить в бутле, в банке, во что угодно, и таким образом хранить. Если на поверхности будет образовываться уксусная матка снова, это просто означает, что не все сахара выбродили здесь, и кислотность еще может повышаться. Сейчас попробуем. Пахнет он очень приятно. Такая смесь запаха арбуза с такой кислинкой очень приятной. Но не такой, когда арбуз скиснет, вот испортится, сгниет, а гораздо-гораздо более приятная. Он очень вкусный. В нем практически нет сладости. Он такой, ну вот сейчас он немножечко даже такой газированный, мне кажется, хотя может быть кажется, пузырьки не выделяются. Но, в принципе, его можно маленькими глоточками и так пить, но я бы лучше разбавил, конечно, водичкой. Столовая ложка уксуса на стакан воды для стандартного питья. Ну, а в принципе, он очень вкусный. Хотя, конечно, и кислый. Это, ну, не разбавлено в виде, кислый, конечно, надо разбавлять. Это очень вкусный напиток. Это очень вкусный, очень полезный, очень освежающий напиток, который я рекомендую вам делать в обязательном порядке. Даже если арбузы у вас покупные, ну вот я покупаю, естественно, арбузы в гипермаркете, то все равно не поленитесь. Сделайте такой уксус. Сейчас еще сезон арбузов и дынь не закончился. Поэкспериментируйте с соотношением компонентов. Чуть больше яблочного сока или чистый арбуз. Вот у меня здесь чистый арбуз. Ничего. Вот десятая часть яблочного уксуса добавлена с активной уксусной маткой. А больше ничего. Поэкспериментируйте с дынным соком, с различными другими соками. Калину обязательно сюда добавьте. Это будет очень, очень вкусные напитки по вашим собственным рецептам, потому что соотношение компонентов выбираете только вы. Делайте такой уксус. И смородины летом. Смородина с белым наливом. Добавляйте клубнику, малину, различные ягоды. Это полезное, очень приятное. Мы говорили на канале Процветок, почему важно и что будет, если пить такой уксус. Но вот обогащение другими компонентами этого уксуса делает его намного-намного полезнее. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья, счастья и процветания. С каналом Процветок. До новых встреч.